сыграть. Естественно, Каруана был против. Итак, начинаются уже нормальные шахматы с контролем 3 плюс 2. Каруана играет белыми. Но мне кажется, что судьба все-таки повернулась в его сторону. Сейчас, если выиграет одну партию подряд, может быть, жизнь начнет налаживаться. Ну что, этот... Ну еще по 3 минуты, это 2 секунды. С разменом на Т7, это известная теория сейчас, да. Я сам очень много партий сыграл черными. Ну что? 2-0, Ф3, Ладья С8, Б3, Д5. Ну давайте ребятам, продемонстрируйте теорию. Это была вообще-то идея Иванчука, на самом деле. Да, это Иванчук первый ввел. Гений. Ну, если сразу слон Е3 под конь Е5 попадаем, Ладья С8 и на Б3 Д5 восклицательный знак. Да, ну все. Ну они все это знают очень хорошо. А здесь получается какая-то... А Крамник пытался белыми что-то получить, я только не помню как. Слон H6. Вот здесь слон H6. Да, вот что-то такое. Вот-вот-вот-вот. Ну, здесь последние партии, все заканчиваются в ничью. Ну, разумеется, позиция. Это истощается. Надо бить на Д5, размен на Ж7, Коми Б5. О, слон Е3. Немножечко иная трактовка. Ну-ка. Просто слон H6 уже стал таким стандартом шаблона. Вот посмотрим. Здесь Коми Б5 что ли хочется играть? На 1. Неужели такая жертва, смелая жертва? Не знаю. Вот слон Е3 немножко странный ход. Но Фабиано, вообще-то, шахматист очень серьезный. Обычно он играет... Ладья С1. А что тут есть? Ну, просто взял на... Да ничего нет. И быть не может. Слушай, какое-то странное решение. Просто Коми С6... Я думаю, что упрощение после страшной борьбы в предыдущей партии, может быть, доплыть надежно в ничью. Да-да, решил понадежнее. Правда, белый цвет отдавать все-таки жалко. Не знаю. Я бы черным все-таки немножко покатал бы на победу. Но Коми С6 хочется сыграть. Ладья Е8, слон Ф2. Что меняется? Слон Ф2 отвезти. Я не знаю. Я думал, что Ладья хорошо стоял. Здесь, может быть, Коми Б5 на Д6 идет. Понимаешь? Да. Ну, вот он встретил, отдал на А7, но в расчете на то, что все... А, ну тогда рыба. Все как-то занулиться. Это домино, дорогие друзья. Это домино, то есть рыба. Ну, хорошо. Так, а может, черные еще... Ну, хотя, что черные могут сделать? Ну, будет у них Ладья на А2, подумаешь. Ну, да. Дело в том, что если вторгаемся на второй ряд, там всегда Ладья Е8 есть. Активный ход Коми Д4 на... даже не знаю. Не очень-то он хороший. Ну, Ладья С на Д1. Не зевнем качество, наверное. А я думаю, что Ладья Ф на Е1. Зевнем качество. Ну, тоже неплохо. То есть лучше зевнуть качество и выиграть партию. Да. Ну, тоже. Думаешь, что зевнем. Коми Д4, Ладья ФЕ1. И мне не нравится, что черные стоят все время под каким-то... Ну, хорошо. Просто Ладья А8, Ладья Б2. Надежно. Вот это вот надежно и правильно. Правильно. И правильно. И правильно. А вот надо ли быть Слон Ф2? Я не уверен. Слон Б6 и Ладья Ф2 попроще было поставить. Ну, мне кажется, он оставит эту Ладью на второй. Главное, Ладья Д1 пойти и пешку на Ц5. Там, кстати, своя на Д8 может пить, типа, случайно. О, любопытственно. Ну, Ладья Д1, правильно. Ну, что, он пытается сдвоить с этими Ладьями на Б2 и потом... Ну, белые же могут ее выменивать. Да просто надо Ц5 ходить. Активный, а если Ладья Б1 просто напасть на П1? А можно Ладья Б1? Шикарный ход. Тоже пешка, кстати. Не орешка. Вот Ладья Б1 так и сыграл. Ну, я думаю, что мы здесь все-таки уже... Ну, наша помощь, может, здесь игрокам не нужна, да? Да, им не нужна наша помощь. А подожди, вот минуточку. Ладья Б7, а если Ладья А2 все-таки, там Ладья А8, Слон Ф8. Тоже надо было вариант посчитать. Слон Ц5. Не, ну там же это была в лучшем случае игра на ничью после Слон Ц5. Да-да-да, согласен. А вот сейчас он рассчитывает зайти на второй ряд и уже не на ничью поиграть. Ну, я думаю, что этот номер не пройдет. Ну, как Белым правильно сыграть? Ну, что, Ладья Б на Д7, Ладья А2, Ладья Ф1, чтобы Слон Д4 не было. Но есть опасность. Ну, там есть опасность. Даже можно успеть пешку на Ц4 взять, а потом вернуться на Ц2. Еще чуть-чуть помучаются Белые, наверное. А можно, скажем, пойти А4? Вот он пойдет туда на второй ряд и попробует в ответ на это дать шаг на Д8. И потом на Ф7 просто взять? Ну, почему бы нет? Ну, там... А тоже не чья. Или так не чья. А как там можно... Да, согласен. За одну сторону там. Там или один даст вечный шаг, или другой. Я думаю, что он это все посчитал. По идее, здесь хватит шахматистам квалификации и времени для того, чтобы все это исполнилось. Не должны ничего зевать. Ну, черные еще могут пойти свон Ф6. Вот или свон Е5. Замечательно. Поддавливает как-то. Поддавливает. Нет хода ладья Д, Д7 из-за шаха по первому ряду. Вот. Вообще, Максим, он очень цепкий. Он очень въедливый шахматист. И умеет подкручивать. Блиться у него. Это умение очень сильно развито. Поэтому к Руане могут быть проблемы здесь. Могут быть. Мне кажется... Ну, я думаю, что взятие на Б7 не могло быть очень плохим. Но, в принципе, пойти Ц5 и сидеть двумя ладьями... Хорошо. Может быть, ладья Е7 сыграть все-таки, я думаю. Ладья Е7 можно, но, может быть, он просто ответит. Хотя я не знаю, что... Ладья А2, там ладья на Ж5. А на слон Ф6 ладья Е4. И потом ладью на Ф1 ставим, наверное. А! И слон... Не, ладья Е4. Правильно. Ладья Е4. Это хорошая расстановка. Ладья Е7 хороший ход. Да, времечко это немножко поджимает. Проблемы начались откуда неизвестно вообще. Ну, вот этот... Это уже три минуты. Ладья Е7 сыграл. Да, но, опять-таки, слишком много времени потратил. Ну, не знаю, там секунд 20-25 это большая роскость. Ну, теперь укрепился, значит, на Е4. О! О! Ладья Е7 нашелся ход. Ну, молодец, кстати. Отлично. Тоже неплохо, но тот... Ладья Б8. Так. Так что, может быть, ничего и не нашлось. Может быть, на самом деле была упущена возможность поставить таки ладью на... Слон Д4. Ну, что за шутки такие? Будем на втором... А, ну, это можно так. Размен. Тот, допустим, ну, что сделать? Пойдет... А ловушка? Это ловушка. На ладья Д8 слом бьет Ф6. Ладья Д1, король А2 и черные сдаются. О, как. На ладья Д8 слом бьет Ф6. О, шикарная ловушка. Так там просто черными как короля-то держать. Интересно. Ой, погоди, ладья Б1, если... Вот сейчас ладья Б1. Тогда ладья В8 шаг есть. И уходим из-под боя. Слон бьет А4. Ну, забавно, забавно. Ну, что... Борьба резко обострилась. Конечно. Вот откуда ни возьмись, в этой позиции началась какая-то, ну, страшная просто борьба вообще. Я не знаю... Битва народов, я бы сказал. Жуткая позиция вообще. Тут... С5. Под связку попал. А вот и связочка. А вот и перевязочка. Сейчас белый не выпатается из этого. Ладья А4. А если здесь слон Ф6... Правда, тот же самый номер может пройти неожиданно. За слон бьет Ф6. Да. Вообще, на волоске держится белый... Не, ну, я не совсем понимаю, как тот же самый номер. Там же будет Ж5 ход. Король же выходит на Ж6. Правильно. Правильно. Тоже может. Так что слон Ф6 ход... Да его и тогда, возможно, не было еще. Потому что Ж5 все равно было. Ой, ты смотри, что творится. Сейчас белый король уже в такой коробочке. Ну, просто ладья БЦ5 последует. Да. Просто безнадежно уже, по виду. Надо было давно менять эту пару ладей, конечно. Но сейчас еще... Ой, тяжело как. Да, по-моему, просто ладья Д1 сейчас последует. Просто ладья Д1. Мне кажется, от слона Ф2 защиты не найдешь уже. Тяжелая позиция у белого. Ну, почему? Что такое? На 7 пошел ладьей назад. Слон Ф2 просто ничего не понимает. Не, ну, должен был на второй ряд пойти этой ладьей. Да, да. Ну, вот сейчас мы видели, как настоящий очень сильный Блицор одолел обычного шахматиста. Уж простите мне такое выражение.